До улицы Титова в Полянках трактор доехал только к пятнице. Всю неделю валил снег и те, кто вышел посмотреть на долгожданную работу коммунальной техники, в один голос заявляли. Не только я говорю, то что и жители сами даже говорят, вот кто особенно у кого машина и то, что жалуются, что плохо ездят тракторы. А вы как считаете? Плохо или нет? Вот честное, личное мнение. Ну что я могу сказать? Ну все равно плохо. Плохо? Все равно чистые дороги. Вчера прям очень стильно, даже кто и автобус у нас приезжает, тоже водитель говорит, жалуется, что дороги плохие. Плохие дороги, не расчищенные от снега дворы, заполнили интернет еще с прошлых выходных. Из последнего улицы Крупской, Косарево, Ярославская, Советская и парковка на Коммунистической. Снегопад не заканчивается уже несколько недель. И за 10 дней новогодних каникул коммунальные службы вывезли с улиц Саранска 24 тысячи тонн снега. Несмотря на то, что снегоуборочные машины и дворники работали круглосуточно, убирать улицы и дворы все равно не успевали. Чтобы очистить от снега территорию около одного многоквартирного дома, бригаде дворников и трактору нужно около трех часов. Домов на участке, например, пятого домоуправления 39. При условии, что снегопад закончится, свою работу они сделают за несколько дней, но снег все идет и идет. В Левже тоже много недовольных работой коммунальных служб, хотя с виду и не скажешь, в Саранске дворы выглядит намного хуже. Но в селе Розаевского района оценивать труд своих коммунальщиков никто не хочет. Ничего не буду говорить. Почему? Ну а почему я должна вам отвечать на эти вопросы? Сельсовет. Чего в сельсовет? Идите. Что они должны оценивать, а не вы не выходите? Ну они за это деньги платят. Желательно бы и лучше, конечно. Что именно? Чистить снег. Почему? Что вас именно? Вот вас не устраивает? Как бы что вы? Ну к дому тяжело подойти. Так-то вроде проехать можно. И только люди пожилого возраста всем довольны, потому что помнят, как раньше в метель по сугробам ходили 7 километров до школы. Никто ни на кого не жаловался. Нам хорошо. Я вон там на этой улице живу. Там у нас чистки такие, которые убирают в подъездах. Чищено? Я не знаю. Для меня вот всегда хорошо. Я не знаю, кто-то недоволен, значит. Если оценивать результат работы коммунальных служб, то он для большинства жителей Мордовии неудовлетворительный. И не потому, что кто-то не работает. Дворники и трактористы выходят на уборку даже по ночам. А вот чего на самом деле не хватает для качественной работы, нужно понять и исправить городским властям. Людмила Кусерова, Евгений Фролкин. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова